МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В учреждении трудится 11 человек, в основном молодежь. Работа непростая, но интересная, требующая смекалки и неформального подхода. Ведь зачастую, обращаясь в архив за информацией, человек не может назвать ни номер, ни даже приблизительную дату искомого документа. Несмотря на немалый объем таких сложных запросов, помочь здесь стараются каждому. Подчас бывают такие ситуации, когда гражданин приходит, ему нужен документ, но, к сожалению, он не может сразу сформулировать, как называется этот документ. Я рекомендую, если есть вот такие какие-то вопросы, что вам что-то надо из архива, но вы не знаете, что именно, есть телефон архива, есть сайт архива, вы всегда можете позвонить по телефону, и любой сотрудник архива проконсультирует по любому документу. Я всегда всем своим сотрудникам говорю, каждый запрос исполняйте так, как бы вы это делали для себя. За последние годы процесс получения информации сильно упростился. Век цифровых технологий запрос можно сделать через ближайший офис МФЦ и через сайт госуслуг. Вы можете сидя дома, даже сидя в машине с телефона, или находясь совершенно в другом городе или на отдыхе, оформить свое заявление. Буквально в течение минуты оно оказывается у нас, и мы тут же приступаем к работе. Оформление запроса через интернет имеет еще одно преимущество – экономия времени. По регламенту срок предоставления информации – 22 рабочих дня. Но, как утверждают в архиве, большинство заявлений обрабатываются значительно быстрее. На сайте госуслуг в режиме онлайн можно следить за статусом документа и оперативно получать информацию о готовности. Сокращение сроков стало возможно во многом благодаря глобальной оцифровке данных и переводу их в электронный вид. Результат оцифровки упрощает работу остальным коллегам, сотрудникам, в частности, контекстным поиском. Что это означает? Это означает, что человек вместо того, чтобы вручную листать целую книгу, искать необходимую ему информацию по запросу, он просто вводит в определенной программе необходимое искомое слово, и по этому слову программа автоматически сама находит ему результаты. Процесс поиска ускоряется процентов, наверное, на 70. Безукорисненную работу Одинцовского архива регулярно отмечают на региональном уровне. Учреждение ежегодно становится победителем и призером областных профессиональных конкурсов, а в прошлом году было признано лучшим на всероссийском соревновании среди архивов. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.